МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждое утро дали, чтобы жить и делать этот мир добрее и лучше. Здесь музыка играет, нам этот бит дает понять. Вера в нас не угасает, мы готовы бой принять. Даже если очень трудно, даже если нету сил. Новый день, новое утро для того, чтобы ты жил. Мы не какие-то другие, нам нет ограничений. Рядом близкие, родные, вместе по течению. Огонь у нас в глазах сил дает еще шагу. Тептица счастья в небесах нам указывает путь. Я же люблю это выражение, да, я хочу жить, а не проживать. Мне действительно это очень-очень нравится. И для того, чтобы добиваться вот таких вот целей, хотеть-то недостаточно одного желания, надо обязательно действовать. Даже если 9 раз у тебя был полный провал, то на 10-й обязательно выстрелим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомьтесь, Михаил Четвертаков. Инвалид-колясочник, которого в Держинске знает, пожалуй, каждый. Огромное спасибо всем, кто к нам приходил. Приехал, и нас сегодня и завтра ждут два замечательных дня. Очень хочется вам пожелать хорошего настроения, честной борьбы. Конечно же, завоевать награды и привезти домой к себе, в регионы, кубки, медали, памятные, призы. И на самом деле просто хорошо провести время. Когда ты человек активный, во-первых, люди со всех сторон к тебе подтягиваются. От тебя постоянно должна исходить какая-то энергия, какой-то тот же самый позитив и обязательно поддержка. Международный фестиваль культуры и спорта Окский парафест в 2023 году объявляется открытым! Окский парафест – международный фестиваль культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями. Один из самых ярких проектов Михаила Четвертакова. Парафест в Дзержинске собирает участников из регионов России и стран ближнего зарубежья. Давай, давай, ты лучший! Давай, 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 давай! Сюда еще чуть-чуть, чуть-чуть поработал, поработал! Выдохнул! Травма у меня произошла в 2011 году, и, если быть честным, на тот момент я, в принципе, ничем не занимался, с алкоголем крепко дружил, ни о чем не думал. Это была не авария, я спрыгнул со второго этажа, то есть друзья просто привели меня домой, закрыли, и я не смог выйти. Второй этаж, внизу земля, для меня это вообще не проблема. Я спрыгнул, приземлился на ноги, перекатился на спину, и с этого момента уже не встал. Я стал человеком-инвалидом, я не понимал, что мне надо будет передвигаться в инвалидной коляске, я еще просто был лежачий и мог переворачиваться налево и направо, все это был максимум. Вот, я не понимал, как дальше жить, чем заниматься, вот, и уже месяца через 4 я немножко начал уже думать, да, то есть я не хочу все время лежать на диване, я не хочу быть обузой для своих родных и близких. Я уже начал активизироваться, знакомиться сначала по интернету с ребятами, которые также были с инвалидностью. Знакомился с Аленой Бекишевой, я услышал, как она поет, потрясающий голос. Она узнала, что я пишу тексты песен, и она тогда взяла на слабо. Миш, а слабо написать текст песни про людей с инвалидностью, ну, не о проблемах, к черту их вообще. Напиши позитивный такой текст, просто о том, как мы действительно живем, а не проживаем. Я сначала не поверил в это как-то, ну, не складывался мне этот текст, но я пришел домой, посидел, набросал, нашел минусовочку в интернете, и буквально через 2 дня текст уже, в принципе, был готов. Вот она. Привет. Меня опоздала? Даже не хотела. На студии, когда я слышал, что мы делаем, я понимал, что мы сделаем что-то очень крутое, что-то очень интересное и, самое главное, полезное. Лови свою удачу, ее держи, не отпускай, если упал, то значит поднимайся. Заново вставай. Просто посмотри на нас, посмотри в наши глаза, увидишь теплоты запас, там у нас всегда искра. Заполняем атмосферу, заряжаем, чтобы жить своим словом и по делу не даем вере остыть. Мир открой, просто будь собой, мы, если что, с тобой, ты просто бой душой, этот огонь глаза нам освещает путь, вперед на парусах, нам надо жить до дну. Через буквально день-два я открываю свои соцсети, а у меня вот столько сообщений, у Аленки тоже. То есть слова благодарности и слова тем, что можно мы вашу песню используем на открытие нашего фестиваля, пусть она станет гимном такого-то мероприятия, такого-то фонда, организации. Все нас поддержали, поддержка была классная, поддержка города, поддержка друзей наших. А что значит делать вдвоем? Это значит в два раза больше энергии, в два раза больше добра и смысла, и любви к жизни. В 2014 году Михаил Четвертаков и Алена Бекишева создали группу ДНК «Друзья на колесах». И начали уже вот такая вот концертная деятельность, уже несколько альбомов, несколько клипов, и нас постоянно до сих пор приглашают на различные площадки. Мы выступаем и как бы дарим свое творчество нашим ребятам. А мне больше нравится вкладывать именно смысл и бить смыслом через песню. Потому что для меня песня без смысла это вообще ни о чем. Это прям для меня вот такая принципиальная позиция. И там, например, когда мне приходит в голову написать историю любви незрячей девушки и глухонемого парня, когда они познакомились через прикосновения, и все чувства у них развивались через прикосновения. ПЕСНЯ Впоследствии, когда я уже познакомился со всеми, там, через Алену, через наших друзей-колясочников, познакомился с теми людьми, которые уже добились определенных успехов. Я для себя понял, почему они могут, а я нет. И, конечно, мне стало интересно развиваться. И сейчас, на данный момент, коляска для меня — это всего лишь средство передвижения, не более того. У нас было очень много энергии с Мишей. Мы когда начали записывать наши песни, у нас появилось огромное количество энергии, куда нужно было срочно ее куда-то девать. Тогда создался параплан. В 2016 году Михаил Четвертаков с друзьями создал Держинский общественную организацию инвалидов-колясочников «Параплан». Нас изначально было человек 15, когда мы вообще собирались просто попить чаю. Это 13-й год, по-моему. И потом, в один прекрасный момент, а давайте съездим там в Абабковский монастырь на экскурсию. А давайте, поехали. Потом, а давайте попробуем там в поход сходить, да, там провести время на природе, либо еще где-то встретиться, там музей и так далее. И постепенно, сарафанное радио тоже никто не отменял, информация передавалась по городу. К нам один человек с инвалидностью пришел, кто-то привел своего родственника. И мы становились все больше и больше. И мы тогда поняли, что в принципе надо регистрировать юридическое лицо, так как мы в то время только вот на помощь спонсоров, друзей, там каких-то организаций. Мы, в принципе, существовали на это. А когда мы уже оформили юридическое лицо, мы стали бороться за субсидии, за гранты, подаваться именно другие, там фонд президентских грантов и так далее, различные грантовые конкурсы. И сейчас у нас статистика очень благоприятная. Ну, я думаю, 5-7, наверное, вот так вот где-то. То есть это вполне нормально, это даже много. Если включать там субсидии от региона, от города, то это почти 10 может получиться. У нас был 20-й год, когда мы от фонда президентских грантов сразу две грантовые заявки взяли. То есть у нас ребята тут не только туризмом начали заниматься, мы с парашютами обожаем прыгать. Первый? Да, первый раз. Сейчас у нас сразу несколько проектов реализуются. Это вот центр новых возможностей «Параплан», благодаря которому у нас появилось свое помещение, наконец-таки. Да, и появилось оно на безвозмездной основе здесь. Спасибо администрации. Нам выделили и спортзал, и кабинет, где ребята занимаются адаптивной физкультурой, проводят различные мастер-классы. У нас по проекту есть логопед, который занимается детьми с ограниченными возможностями, психолог, к которому могут обратиться как люди с инвалидностью, так и члены их семей. У нас туризм очень любят ребята, и сейчас у нас начинается проект «Доступный туризм». Земля прощай! Земля прощай! Добрый путь! Параплан! 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 И я уже, наверное, не знаю, может я становлюсь сентиментальным, но результат от того, когда два человека в наших проектах встречаются, знакомятся, а потом ты видишь, что на следующем мероприятии они приходят вместе и за ручку, то есть у нас уже создаются семьи, как среди людей с инвалидностью, так и среди наших друзей, партнеров, волонтеров. Анастасия Пигина, с днём рождения! И в субботу у них была свадьба, да? Молодая жена, и красивая, и стройная, и хозяин молодой, ровно со своей женой. Мы любуемся на них. Первый танец молодых. А теперь Жорька! 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 Раз, два, три! С Михаилом мы познакомились банально в соцсетях. Зацепил, да, зацепил с первых минут общения. Когда рассказал свою историю, всё произошло как-то быстро, я не знаю, даже всё было, ну, молниеносно, мне кажется. Михаил и Надежда поженились в 2018 году. Как было тепло! Как мы с тобой ругались на жару в Томске. Только недавно, да, прилетели из Томска, из Сибири, там жара настоящая, нет? Сибирская жара. И вот погода как-то не порадовала. Ничего, мы через недельку поедем в Москву. Погода наладится. Да, там погода уже будет, солнышко, тепло, погуляем. Покатаемся на теплоходе по Москве-реке, на ВДНХ погуляем обязательно. И попробуем твои любимые пончики снова. Когда мы только познакомились, он мне объяснил сразу, что это моя жизнь, я от этого не откажусь, я этим живу. То есть, как бы, это я всё понимала и, ну, приняла. Было очень тяжело первое время, особенно, когда он уезжал. Я очень тяжело это всё переживала. Но сейчас я привыкла и, в принципе, ну, вполне нормально отношусь к его поездкам, к его различным мероприятиям. То есть, постоянно, ну, 24 часа в сутки практически он на связи. Мы реализуем сейчас такой межрегиональный проект. Называется «Ты можешь всё». Ездим по городам и привозим туда людей с инвалидностью, которые добились успеха в спорте, в творчестве, паралимпийцы. И они уже тоже мотивируют других ребят в этих городах, чтобы те стремились к активной жизни, социализировались. Если он в поездке, я не чувствую себя оставленной, брошенной. Он мне звонит. Всегда фотоотчёты. Мы сели в самолёт, мы сели в поезд, мы приземлились. В этом плане он всегда меня как-то подбадривает, когда я там спокойной ночи пожелаю и всё такое прочее. То есть не оставляет. Да? Да. Ты же уже умеешь рыбку ловить. В Крыму поймала рыбку? Опыт у тебя есть. Да, я рыбак еще тут. Тебя можно перед собой на рыбалку брать постоянно. Чтобы смешить рыбаков. Да. Есть у нас у общественников такое понятие, как выгорание. Когда ты уже перенаполнился просто и эмоциями, и проблемами. И ты на грани просто бросить всё и сказать, всё, больше не буду заниматься. Сколько раз у меня такое было? Я приходил домой. Благо у меня супруга прям понимающая, она всегда меня поддержит. Вот. Я день-два просто вот перезагружусь, а через два дня у меня начинается. Скучно. Чем заняться? Я звонил своим друзьям, коллегам, я говорю, давайте что-то делать. Мы сейчас организовываем большие мероприятия, там на 200 людей с инвалидностью, да. Это только вот просто как участник, а еще плюс их сопровождающие и так далее. И ты должен продумать, как они будут у тебя жить в том или ином месте, как ты их будешь кормить, как ты их будешь доставлять. А ведь все, например, колясочники тоже разные, да, со своими нюансами. И ты всё это продумываешь. Параплана дал новую жизнь, новые движения. Это разные мастер-классы, это турслёты, походы, сплавляемся на рафтах, джиппинги, прыжки с парашютов. И просто жизнь, она просто прям бьёт ключом, то, что прям вот надо и здесь, и там быть. Это, наверное, настолько круто, поэтому я благодарна, что у нас вообще вот сейчас есть такая организация «Параплан». Вот это здорово. Поэтому жизнь, она круто поменялась. Давай. Давай, давай. Я сейчас не только просто как руководитель, да, там, организации «Параплана», я сейчас заведующий отделением адаптивного спорта в спортшколе. Я член общественной палаты города Держинска. Я член комиссии по доступной среде в городе. И без моей подписи не сдаётся ни одна отремонтированная дорога, дворовая территория, общественные пространства. Я на коляске по всем углам вот так вот прокатился, если я куда-то не смог попасть, исправить. И самое главное, исправляют в ближайшие дни. А тебе руками-то тяжело, наверное, да? Ну, если тот будет человек, как девушка, которая волшебна, не имеет способен, ей будет тяжело. Ну, всё-таки к тому стыку я бы придрался. Придирайся. Я бы чуть-чуть просто ровняю. Ну, ты шипанут. Миша – это комок энергии. Причём энергия позитива, добра, жизнелюбия. Он мой мотиватор. Он мотиватор для многих ребят. Он этим живёт. Он живёт, он прям вот… Он видит просто благодарность в глазах вот нас всех. Он говорит, вот, ребят, вот для этого, говорит, я это всё делаю. Просто, говорит, смотрю на вас, как вы радуетесь. И мне, говорит, самому, говорит, ну, так кайфово. И вообще, когда мне грустно, я всегда звоню Мише. И от одного разговора может стать всё хорошо. Он хотел бы сгруппироваться. Наградных! Батюшки! Батюшки, ты кто пришла? Привет! Не трогай мой венок. Ладно. О, нормально. Огонь, весна. Смотри, миг, сфотка меня. Ну-ка, миг, я с вами. Давайте. Какая щепа. А как я мечтала о таком. А вот так у тебя как окошки, хорошо. Не понимаю, как нам поясни. Сфоткайте нас кто-нибудь, пожалуйста. Это не в косе. Она двигается, это значит, видео. А, да? Надо говорить прикипи. А дайте нам веночек. А как нам там песни писать? А? Про ледку. Гармония земли. О, что там? Цветы? Все, что потом? Пробыл? Надо вспомнить. Нам надо вообще прийти. Гармония. Идти. Как прекрасные облака. Чувечут птицы облака. Да. Буду вот здесь. Меркурий не было. Птицы облака. А я там как воюю? Она в ладони бабочка. Необычная красота. Три. Вот или брат. Вообще за мной. Увлекая за собой. Как раз как эта валетная. Красный мир открой. С тобой одной тропой по просторам доброты. А на ладони бабочки необычной красоты. Смотри оттуда с высоты. Нам птицы машут крыльями. Давай взлетим и мы под ласковое пение. А мои слова? А там припев начинается. А припев как начинается? Я не помню. Направили. Я смело могу также заявить. Я очень рад, что травма со мной случилась. В прямом смысле перевернув мою жизнь с ног на голову. И если бы эта травма не случилась, скорее всего, меня бы привела эта жизнь вообще к печальным последствиям. А так как она меня перезагрузила, я не знаю. Я далек от религии, но если Бог есть, то он мне дал этот шанс. И я обязан этим шансом воспользоваться. Благодаря Михаилу Четвертакову и другим активистам «Параплана» сотни людей с инвалидностью поверили в себя и свои возможности. Идеи и инициативы «Параплана» всегда находят отзыв и поддержку на всех уровнях власти. И сейчас Держинск можно по праву назвать центром инклюзивного досуга и спорта. Субтитры подогнал «Симон»